приветствую вас дорогие братья и сестры очень рад быть у вас в церкви зовут меня андрей я приехал из сакраменто из калифорнии очень рад что могу находиться в вашем новом доме молитвы рад за вас дорогая церковь что господь благословляет вас и вы расширяетесь последний раз когда был наверно был еще там баттлграунде когда вы собирались вот старом доме молитвы я несу служение брат федор попросил мне немножко рассказать о себе больше несу служение среди детей и подростков поэтому непосредственно сотрудничаю с братом с братом федором он мой начальник вот очень рад сотрудничеству очень ценю этом этим братом вас такое большое благословение церкви есть слава богу в начале этого месяца мы провели подростковый лагерь у нас калифорнии зимний и благодарность господу что из вашей церкви брат владимир владимирович антонюк и брат федор были вместе с нами помогли нам провести очень рады были быть в этом общении у меня есть семья и господь дал мне шесть прекрасных деток очень рад что могу служить богу и быть в этом общении вы знаете я приехал из калифорнии не ожидал что приеду в зиму я зиму люблю но в калифорнии у нас такой зимы нету но если надо там снег увидеть надо в горы ехать и вчера я присутствую здесь на курсах провожу одну из дисциплин и во время перерыва я был в комнате наблюдал как снег падает и немножко вспомнил детство свое когда вот не было таким так много у нас чем заниматься не было много игрушек как у детей сегодня не было электронных девайсов я помню что мог часами проводить за тем что наблюдал как снежинки падают вот я вчера так немножко погрузился здесь у вас воспоминания детства своего вот наблюдая как тихо так красиво падает снег прочитаю место священного писания которое хорошо знакомо для нас друзья я думаю мы все знаем это на память место но я прочитаю и хочу предложить некоторые рассуждения это евангелие от матфея 6 глава нагорная проповедь иисуса христа и именно непосредственно хочу прочитать как должно молиться 6 стих и ниже 6 глава евангелия от матфея 6 стих и ниже ты же когда молишься войди в комнату твою и затворив дверь твою помолись отцу твоему который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно а молясь не говорите лишнего как язычники ибо они думают что в многословии своем будут услышаны не уподобляйтесь им ибо знает отец ваш в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него молитесь же так отче наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в искушение но избав нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава во веки аминь хочу обратить внимание на один стих из молитвы отче наш я думаю что молитву эту мы знаем мы молимся этой молитвой детки вы молитесь этой молитвой да слава богу и немножко опять же из воспоминаний своего детства связанных с этой молитвой не помню папа нас собирал на молитву и я как один из я младший семье я держал у меня была такая привилегия я держал папу за одну руку а чуть постарше сестренка она держала за другую руку а постарше дети сами стояли на коленях но нам немножко легче было потому что мы такую опору имели я держался за руку и вот наверное как обычно принято как мы в семьях молимся начинаем мы молиться с младших я первый начинал молиться потом сестры мои молились брат мой молился потом молился папа ну так как у папы продолжительное более молиться то я успевал там держать за руку мне так было удобно тепленько я там начинал уже потихонечку дремать вот но потом папа громко начинал молиться отче наш это значило что я должен был тоже так голову поднять и я тоже мы все вместе заканчивали молитву молитвой отче наш я с детства знал эту молитву и когда я молился вот этими словами мне не все было понятно и одно из мест вот одно из слов которые не мог понять да придет твое царство я произносил эти слова каждый день каждый вечер я произносил эти слова и не мог представить ну что это за царство какое царство должно прийти ну я мы жили уже царя никакого не было было обычное государство да был президент или там еще в советском союзе было правительство какое-то но мы знали об этом царя никакого не было и вот я молился и не мог представить себе ну что каким образом может прийти царство не мог я этого понять ну а так и с верой молился да придет твое царство и понимал что эта молитва угодная богу но сегодня я хотел чтобы мы с вами вместе порассуждали дорогие друзья зная и молясь этой молитвой и вот здесь иисус христос он говорит что когда вы молитесь не говорите ничего лишнего то есть все слова которые мы произносим молитвы они должны быть очень осмыслены они должны исходить не просто из нашего сердца из наших уст они должны происходить из естества внутреннего нашего они должны происходить из понимания что мы общаемся с нашим богом и здесь когда мы говорим эту эти слова да придет твое царство дорогие братья и сестры что подразумеваем мы какой смысл я вкладываю в это слово господи да придет твое царство и мне хотелось бы чтобы мы обратили внимание и порассуждали о том о силе этих слов о силе этих слов когда мы произнося это слово призываем царство бога в нашу жизнь когда иисус христос вышел на служение он одна из его первых проповедей была така такова его первые слова исполнилось время приблизилось царство покайтесь и веруйте евангелие приблизилась божье царство иисус христос возвещает людям которые его слушали о том что к ним приблизилась божье царство я не знаю как они воспринимали это все что на тот момент значило это слово для них но христос сказал что это царство очень близко но приблизилась к вам и у вас есть возможность войти в это царство а потом когда христос уже общался и проповедовал дальше христос говорит что это царство где находиться будет братья и сестры это царство но внутри вас внутри вас будет то есть сначала она приблизилась а потом это царство но должно войти внутрь человека и когда я молюсь этой молитвой когда я произношу эти слова призывая в мою жизнь божье царство это царство приходит со своими законами и мне хотелось бы чтобы мы порассуждали о божьем царстве какое царство мы призываем нашу жизнь конечно же описать все это царство царство бога в одной проповеди невозможно но я призываю дорогие друзья чтобы мы об этом рассуждали когда мы призываем в нашу жизнь божье царство молясь этой молитвой чтобы мы понимали о чем мы говорим о чем мы просим нашего господа царство бога нельзя это царство любви и когда я произношу эти слова да придет твое царство я призываю бога чтобы он наполнил мое сердце мою жизнь царством любви в царстве бога любовь царствует я прочитаю из послания иоанна как вот апостол иоанн говорит о любви первое послание иоанна 4 глава 16 стиха и мы познали любовь которую имеет к нам бог и уверовали в нее бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем любовь до того совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда потому что поступаем в мире всем как он в любви нет страха но совершенная любовь изгоняет страх потому что в страхе есть мучение боящийся не совершен в любви будем любить его потому что он прежде возлюбил нас мы познали любовь бога это милость бога и господь вел нас в это царство любви и о чем это нам говорит братья и сестры если отец мой господь мой вел меня в царство любви то я понимаю что в этом царстве я не могу не любить невозможно не любить в этом царстве потому что это царство любви и когда я призываю прийти в мою жизнь божье царство да придет твое царство это царство любви если это любовь наполняет мое естество мое сердце я я не могу не любить но к сожалению братья и сестры мы сталкиваемся с такими моментами когда у нас есть недостаток любви когда я замечаю за собой что где-то я не могу умещать брата или сестру где-то я чувствую вот этот холод это непонимание что происходит разве я не в царстве бога и когда мы ощущаем остро необходимость любви как хорошо братья и сестры чтобы нам молиться и просить господи да придет твое царство одно однажды я у меня работа была такая как бы я работал дома мастерская была я вечером зашел вот уставший такой сел на кухне там жена с детками занимается я решил поужинать уставший сижу и тут вдруг прибегает дочь моя вот прибежала села и смотрит глазенками своими на меня но я пока там ужинаю так в тишине она просто сидит и смотрит посмотрит на папу вот так дети такая радость мы имеем родители что дети вот тульнут и нам хорошо в этом общении вот она смотрит на меня я думаю надо пообщаться с дочерью на чего начать дочери три годика что ей рассказать ну и знаете я люблю так вот пообщаться в таком плане говорю доченька ты папу любишь она говорит да люблю и так приятно знаете становится уставший тоже там переживания определенные так на сердце хорошо на глазенками своими смотрит и так искренне говорит да люблю хорошо а маму любишь люблю а старшего братика растика любишь да люблю а младшего братика тараса любишь да люблю доченька а ты и свирку любишь у него глаза еще больше открылись а грида как это а и свирка это она знаете я не стал ей объяснять но для себя сделал определенный вывод что для ребенка трудно понять как это любить себя вот она уже в своем детском понимании в три года она знает как это любить маму как любить папу у нее есть какое-то представление вот как любить себя у нее нету представления братья сестры а если я вот вас взрослых спрошу мы знаем как любить себя ну мы наверно ответим да мы уже имеем представление такое как любить себя и вот в божьем царстве когда мы призываем божье царство в нашу жизнь царство любви друзья здесь надо понять что в божьей любви я должен раствориться божья любовь должна обладать мной она должна вести меня я не могу не любить моего брата и сестру да мы по-разному поступаем и бывают такие поступки которые приносят и боль и даже огорчение какое-то но если в моей жизни сегодня есть такие переживания если я ощущаю острую недостачу любви потому что мы живем в то время братья сестры о котором сказал христос по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь как хорошо чтобы мы усилились в этом понимании и призывали божье царство в нашу жизнь господи я особо нуждаюсь в том чтобы твое царство было моей жизни в моем сердце чтобы твое царство любви наполняла мою жизнь и я этой любовью мог согреть брата или сестру поделиться этой любовью с теми с кем я общаюсь на работе в школе или в других местах чтобы эта любовь она исходила из моего сердца из моих уст в моих поступках была видна потому что твое царство оно наполняет мою жизнь царство бога это царство света бог есть свет и нет в нем никакой тьмы и когда мы призываем божье царство чтобы оно было в моем сердце в моей жизни я призываю царство света в этом мире очень много тьмы и без света очень трудно жить на этой земле без света очень трудно идти потому что тьма она ограничивает наши действия и мы не знаем как поступать и бог дал нам милость такую ходить во свете нашего бога и если мы ходим во свете подобно как он во свете то мы имеем общение друг друг с другом и кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха это производит божий свет очищая нас когда мы открываем свое сердце перед богом когда мы исповедуем все то что там внутри нас открывая перед богом да и бог дает такое право ходить и радоваться но братья сестры тьма она тоже действует действует нашей жизни порой тьма может сгуститься в моей жизни через какие-то обстоятельства если я не имею достаточного общения с моим господом тьма может прийти в мою жизнь и как хорошо что я могу призвать царство божье царство света в мою жизнь я помню один момент такой связанный с светом братья и сестры я служил армии и там украине когда жили и был такой момент я был водителем был водителем на разных машинах ездил но в основном на одной машине ездил а потом меня посадили на другую машину надо было очень срочно это был грузовик там работали комбайны и на этом грузовике я должен был вывозить пшеницу или я не помню какую-то зерновую культуру и вот от этого комбайна и мне говорят так потемкин собирайся садись на эту машину и едь туда там с одним из начальников из командиров езжай туда и будешь там это делать а был вечер уже ну я пошел взял ключи от этой машины завел ее она завела залили бензин и я поехал друзья поехал все нормально было светло но когда пришла ночь тому комбайна такие мощные были прожекторы он освещал он работал ночью потому что надо было убрать это поле и вот мне надо было тоже свет включить и когда я включил свет там и я не увидел света я там все начал крутить классать в этой машине она незнакомая так для меня было света нету я вышел посмотрел почему не горят фары на автомобиле оказывается лампочек нету знаете я растерялся думаю как же я буду и пока там я возле комбайна был это была одна из последних ходок он насыпал мне полный кузов в машину зерна и мы поехали и вот это был момент когда я должен был кромешной темноте пробираться вот когда на автомобиле по дороге пустынная такая как бы территория и такую бог милость дал что один из поворотов работал я нажал этот поворот только один одна сторона я нажал ее и вот благодаря этому повороту а вы знаете как поворот работает он включится и выключится и вот я наверно километров пять или семь до части я ехал таком режиме вот загорится этот поворот я чуть-чуть увижу что я на дороге нахожусь что я не съехал выключился он включится я вижу выключился кромешной тьме и я молился так особо молился про себя господи помоги помоги доехать слава богу доехал друзья я хочу какой вывод из этой истории сделать знаете в божьем царстве когда мы находимся это исключено потому что бог есть истинный свет вот когда мы используем какие-то свои светильники они подобно вот этому так они горят они то включатся то выключатся то есть свет то нету когда мы уповаем на свои какие-то силы на свои знания на свои понимания но когда мы входим под покров нашего господа когда мы призываем его царство в нашу жизнь тогда истинный свет приходит нашу жизнь братья и сестры тогда этот свет освещает все мои поступки он освещает мои мысли он освещает мои намерения мои намерения в отношении к ближнему мои намерения в том служении которые я совершаю я вижу что мне надо поправить что мне надо изменить только находясь в истинном свете у меня есть возможность избавиться от того что препятствует мне следовать за господом от какой-то грязи которая пристала ко мне только находясь в истинном свете а чтобы находиться в этом свете царство бога должно быть в моем сердце моей жизни если братья и сестры может быть в меру каких-то обстоятельств тьма сгущается нашей жизни когда очень много вопросов которые томят нашу душу когда есть какие-то определенные непонимания в нашей жизни с братьями и сестрами с близкими или родными или в церкви или в каких-то других обстоятельствах как хорошо что мы можем призвать божье царство в нашу жизнь сказать господи да придет твое царство я верю что твое царство это царство света и я вот сегодня так нуждаюсь в этом свете чтобы мне не блуждать во тьме чтобы мне не спотыкаться чтобы мне не падать чтобы мне стоять твердо находясь во свете твоем царство бога братья и сестры это царство мира мы живем в таких обстоятельствах когда мира так недостаточно вокруг нас и как важно друзья чтобы божье царство царство мира оно оно наполнило нашу жизнь иисус христос вот он говорил так мир оставляю вам это записано в 14 главе евангелие от иоанна 27 стих мир оставляю вам мир мой даю вам не так как мир дает я даю вам да не смущается сердце ваше и да не устрашается я думаю братья и сестры мы согласимся что как часто нам не достает этого мира мира в семье не достает мира и взаимопонимания между близкими между сотрудниками и в целом когда вот такая обстановка мы можем наблюдать особое переживание внутри нас нас могут посещать особое обстоятельство от бога у бога для каждого из нас свой определенный путь но бог не хочет чтобы проводять проходя через какие-то трудности через какие-то обстоятельства мы потеряли мир бог этого не желает поэтому христос говорит что я мир мой оставляю вам он дал нам этот мир и этот мир мы обретаем когда мы находимся в божьем царстве когда божье царство наполняет мое сердце и если сегодня друзья в моей жизни недостаток мира когда может быть особо я переживаю я нервничаю я так вот знаете чувствую себя какой-то определенный дискомфорт и нервозность какую-то как хорошо чтобы в простоте с этой детской такой верой обратиться к богу и сказать господи да придет твое царство в мою жизнь да придет твое царство мира в мою жизнь и чтобы все эти переживания они растворились чтобы твой божественный мир который превыше всякого ума он наполнил мое сердце мою жизнь да благословит нас господь дорогие друзья чтобы имея такое благословение от бога мы призывали в свою жизнь божье царство мы дорожили им и прославляли бога живя в этом царстве аминь